Всем привет, YouTube! Вы находитесь на канале про умные гаджеты, меня зовут Миша, и в этом обзоре у нас с вами не Android приставка, а можно сказать проектор Everycom, модель называется S6, ваш личный домашний кинотеатр. На самом деле я давно уже смотрю на эти проекторы как в плане того, чтобы снимать на них обзоры, потому что они дешевеют благодаря китайцам, они становятся более доступными для большинства людей, и вообще это в принципе прикольная штука, чтобы не покупать телевизор или дополнительно к телевизору иметь проектор, который можно делать любого размера экран и пользоваться такой штукой. Посмотрим на то, зайдет вам или не зайдет. Пишите в комментариях, стоит ли делать обзоры на другие проекторы. Буду делать, буду снимать, реально интересно. Этот проектор я выбрал, потому что он, во-первых, очень похож к нашей тематике канала, потому что он на Android, тут есть Android в нем, а также в нем есть Powerbank, и он очень маленького размера. Скажу честно, что первое впечатление, вот когда я его взял, я подумал, что наверное какой-то колхоз, Китай и не очень стоящая вещь, но мое мнение поменялось, и смотрите это видео до конца, если вам интересно знать про вот такой вот мобильный проектор. Пока буду распаковывать, скажу вам, что купить можно этот проектор на Алиэкспресс, также возможно уже можно будет купить и на интернет-магазине 4TV, так что ссылочки смотрите там внизу. Если вещь достойная, то будем продавать. Также, конечно же, подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать новые свежие видео про всякие умные вот такие вот штуки, и будем с вами на связи. Итак, коробка вот у нас такая черная, скажу вам сразу, что это самая дешевая модель, начинается цена от 190 долларов, здесь есть 3 модели, с 1 гигабайтом 8 гигабайтом встроенной, 1,16 и 2,32. У меня самая дешевая модель, и вы знаете, я пока что даже не пожалел о том, что у меня самая дешевая. Итак, вот как упакован проектор, и посмотрите, какой он маленький. Он реально похож на какой-то ваш пауэрбанк, которым вы пользуетесь, примерно на 10 000 мА. Вот такой вот беленький, снизу тоже белое. Так, что у нас здесь написано? Mobile Smart Proyect. Написано, кстати, что здесь Full HD, но к этому мы еще вернемся и характеристики все проверим. Так, окей, у нас вот такая упаковочка, чтобы не побился он при транспортировке, есть у нас инструкция, и я бы даже не советовал ее вам использовать, потому что ничего тут не... Ну, в принципе, понятно, но на английском языке все настройки и все остальное я вам покажу сегодня уже в работе. Так, что у нас еще к нему идет в комплект? В комплекте идет еще также пульт, очень похож на пульт от Югаса, это, наверное, он и есть, просто взяли и добавили. То есть, в нем есть управление на самом проекторе, тоже вам покажу, и есть пульт. Боль, кстати, не гироскопичный, как в некоторых Android приставках идет, поэтому к нему также можно подключать пульт, гироскоп, что, собственно, я и сделал. Итак, дальше у нас в комплекте вот такая вот тренога, которая крепится к проектору и выставляется, где вам нужно поставить его. Помимо треноги у нас есть с вами USB кабель питания, то есть через USB, также у нас есть отдельный блок питания. Также у нас есть HDMI кабель, к которому можно подключать ноутбук, неважно, вы можете также, если вам здесь Android не понравится, подключить приставку и пользоваться этим. Так, идем дальше, также у нас есть в комплекте шнур USB, кстати, очень полезный шнур для прошивок приставки. Зачем он здесь, пока непонятно, дальше разберемся. И у нас есть с вами блок питания, объем 5 вольт, 3000 мА. Например, заряжает нормально, я смотрел фильм, все четенько. Так, и что самое интересное, что есть вот этот вот кабель USB на питание, то есть если... В чем вообще соль этого проектора? То, что его можно брать на улицу, можно на пикник взять с собой, если есть где-то стенка, то можно транслировать там футбол, какой-то фильм. И, поверьте мне, будет очень зрелищно. Ну, а вот этот кабель нужен для того, чтобы, конечно же, подключать на пикнике, например, пауэрбанк к нему, если сядет. Но по настроечкам этого пауэрбанка, по характеристикам, он 5000 мА здесь аккумулятор, и его должно хватать где-то на 2 часа. Я смотрел фильм час сорок, и вот так вот все окей. Час сорок я посмотрел, даже больше, час пятьдесят, и мне показалось, что осталось всего лишь 15% заряда. То есть по аккуму вопросов к нему нет, реально классная вещь. Здесь есть вентиляция охлаждения, он шумит. Здесь вот давайте по разъемчикам и по кнопкам я вам покажу. Вот находится сама линза, вот такая вот маленькая. Здесь у нас охлаждение, похоже на слот под карты micro, вернее SD, но нет, это выдув вентиляции. Также у нас HDMI. Есть разъем под выход AUX, тут написано наушники, но в принципе любой. Также можно подключать звук по блютузу, если беспроводная колонка, подключайте, с удовольствием пользуйтесь. Разъемчик под питание, у нас два USB, можно подключать гироскоп и флешку, например. Здесь у нас написано 8 гигабайт памяти. Так, и у нас есть карточка еще под micro SD и вот такая кнопка, которая включает или выключает сам проектор. Ничего не понял до конца, зачем она, но вот она такая есть. Так, и кнопки навигации управления, включения, режим, вернуться назад и вверх-вниз, лево-право кнопочка OK. Собственно, на этом и распаковка, и разъемчики, все, я в принципе заканчиваю. Сейчас я попробую его прямо здесь подключить. Также я вам покажу, какие режимы, как качество картинки, с какого расстояния можно получить какой объект. И все это будет чуть дальше, поэтому давайте его подключать. Итак, запуск самого проектора. Я уже подключил сюда гироскопичную мышь G50S, потому что стандартным пультом не очень удобно, хотя тоже можно. Вот так он запускается, разогревается, запускается сама Android-система. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас по лаунчеру. Вот такой вот лаунчер у нас, плиточный интерфейс. Вот сразу могу вам показать, что здесь резкость настраивается, то есть вот крутилочка слева от проектора, где вам нужно будет, после того, как вы выставили проектор, эту крутилочку подправить так, чтобы вот примерно так. Она сейчас резкая и картинка, в принципе, сочная. Что я хочу сказать по поводу яркости. Мне, я думал, что будет намного хуже. Здесь все на самом деле круто сделано, потому что яркости действительно хватает. Сейчас у нас проектор где-то полтора метра от экрана, находится белый фон и очень ярко. Я вам еще покажу чуть позже режимы, там, если его подальше относить, к размерам вам покажу. Все, это будет чуть дальше. Так, а сейчас давайте сразу же первым делом я вам покажу троттлинг-тест. Итак, вот наш троттлинг-тест. Вот сейчас 15 минут проходит, мы посмотрим его результат. Вот в начале был какой-то косяк, видимо, что-то мешало. И пишется у нас что? Что у нас троттлинг на 15%. Но, понятное дело, что температурного датчика здесь нет, температуры мы не увидим. Все, что мы увидим, это мощность. Это главный показатель, что я хотел этим троттлинг-тестом показать. Это 8000, в общем, средний. Да, этого маловато совсем, но не нужно забывать, что это все-таки проектор. И если вы хотите мощную производительность, то, конечно же, можно подключить к этому проектору приставку. Но, как самостоятельное устройство, вот этих 8000 хватает для того, чтобы даже смотреть фильмы с HD-видеобокса в Full HD, что я, собственно, и делал. Так, по самому интерфейсу. У нас плиточный с вами интерфейс. Здесь у нас YouTube. Кстати, YouTube не Android TV, а обычный, но в списке приложений есть YouTube и такой, как нужен на Android TV. Google Play. Также у нас есть с Android можно вот три режима, которых делиться картинкой, отдавать на этот проектор. Список всех приложений. Перевод, кстати, в этой системе такой себе, но особо не режет глаз. Можно пользоваться. Так, Google Chrome также у нас есть. У нас есть проводник, в который заходишь, и здесь у нас подключена, например, флешка. Есть очистка, почистить память. И есть настройки. Настройки, чтобы понятно было, что вообще можно настраивать и как. Wi-Fi у нас сейчас выключен, потому что был троттлинг-тест. Поэтому мы его сейчас вот включаем, и он должен сейчас автоматически подключиться. Также есть меню Ethernet. Не знаю, зачем оно, потому что Ethernet, конечно же, нет. Есть Bluetooth, то есть картинку можно выводить, вернее, звук можно выводить на Bluetooth-колонку, на какую-то систему Bluetooth. Так, здесь у нас по общим настройкам звук. Звук настраивается просто на максимум. Яркость можно уменьшать. Вот у нас яркость минимум, яркость максимум. Я, конечно же, на максимум пользовался. Клавиатура и методы ввода. Языковые настройки, дата и время. Это, в принципе, понятно. Дальше у нас есть режим проекции. Здесь прикольные тоже настройки. Вот мы нажимаем, и у нас с вами горизонтально отображается картинка. Это нужно для того, что если вы, например, переворачиваете проектор, как-то используете его так, что нужно вам, например, отзеркалить картинку или перевернуть ее, здесь вот это все делается. И, собственно, это обычные настройки проектора. Также у нас есть автоповорот экрана, есть автотрапеция, она подгоняет сама. И есть начальный угол, здесь мы тоже нажимаем ОК, и оно само выравнивается, если вы поставили горизонтально проектор. Также есть ручная коррекция трапеции. И вот, например, если вы под углом где-то поставили проектор или снизу вверх направили его, или, например, как я делал, на потолок, и вам нужно подогнать картинку, то вот такими действиями вы его влево-вправо-вверх-вниз подставляете. В принципе, вот, например, здесь нет, а вот здесь я бы чуть-чуть шире сделал, здесь нормально, и вот тут я бы сдвинул, и так, мне кажется, ровно. В общем, подгоняете картинку, перспективу для того, чтобы картинка была идеально квадратной. Так, возможность разработчика, USB, здесь также есть сброс, локальное обновление, скорость указателя можно оставить, и индивидуальный доступ для приложений. И есть общие настройки, вот сейчас не подгружаются, обычные андроидовские настройки. Давайте зайдем в о планшете, о телефоне здесь написано. У нас с вами Android 7.1.2, номер сборки, всякая дополнительная информация. Android, конечно же, не девятый, но я вам скажу, что работает он еще достаточно неплохо. Собственно, по настройкам и все. На самом деле, они небольшие тут, но достаточно емкие. Все, что нужно, в принципе, все, что мне нужно было, я делал. Давайте я вам еще тогда покажу сразу AIDA64. Так, 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 вот она у нас. Итак, система у нас процессор ROGCHIP, вернее, производитель ROGCHIP, модель проектор RK3128. Я так понимаю, что это и есть этот процессор, потому что даже на многих сайтах, где описание этому проектора, ничего не пишется по поводу того, какой процессор. Здесь, как я сказал, 1 гигабайт оперативки, 8 встроенной. И мне кажется, что маловато, но я думаю, что для этого процессора больше и не нужно, потому что вряд ли, если увеличить количество оперативки, он станет быстрее работать. Для фильмов, для YouTube, я вам скажу, хватает. Датчики, как я сказал, у нас температуры отсутствуют, так что посмотреть, какая температура, нельзя. По поводу Wi-Fi модуля, который здесь установлен, здесь двухдиапазонный Wi-Fi и работает он, в принципе, нормально. Если у вас хорошая скорость интернета, то фильмы Full HD с HD видеобокса грузятся, с YouTube тоже грузятся. И сейчас я еще не запускал этот спидтест, мне интересно посмотреть, что у нас будет по факту. Да, собственно, как я и сказал, это и есть мой интернет, такой же он идет на Wi-Fi сейчас. Это 16 мегабит на скачку, 24 на отгрузку. Но еще расскажу вам, мне модуля хватало, все фильмы, которые я смотрел. Конечно, речь не идет про 4К и тяжелые файлы, вы не получите здесь такую картинку, она не нужна. Но для фильмов самое то, что нужно. Вот у нас HD видеобокс, я уже смотрел вот какой-то у нас фильм «Секрет» 2020 года в Full HD качестве. Сейчас я его же вам запущу, посмотрим, как это все запускается, сколько времени нужно ждать. Так, вот этот вот файл мы открываем в качестве Full HD. MX Player, кстати, уже здесь установленный, по-моему, встроенный. Вот у нас уже пошла картинка фильма. Идет плавно, кстати. Я смотрел этот фильм и все нормально. Давайте перемотаем на девятую минуту. Музычка у нас есть, я ее сделаю тише, чтобы нам потом авторские права никак не прилетели. Сейчас вот погружается, есть мелкие подглючивания, как видите. Да, поначалу есть мелкие подглючивания, что где-то картинки, видимо, интернета поначалу не хватает. Но все подгружается, идет, и вот этот фильм я весь посмотрел идеально. Он час сорок идет, и вот на аккумуляторе все хватило, и было еще, я думаю, минут 20 точно в запасе. То есть два часа можно ждать и можно смотреть. Итак, что касается телевидения, вот у нас Свет ТВ и запускаем HD канал. HD канал работает очень даже хорошо. У нас написано, что это автокачество. Давайте поставим его на HD качество и посмотрим, будет ли разница. Да, чуть-чуть лучше стало, и в принципе меня устраивает картинка. Все очень достаточно хорошо работает. То есть видим, что несмотря на то, что там мощности всего 8000, по тротлинг-тесту у нас показалось среднее, вот такие задачи может выполнять этот проектор, совмещенный с Android TV приставкой. Play Market, кстати, я вам не показал. Он здесь такой же, как чистый Android. Это не Android TV-шный Market, и здесь есть большое количество приложений. Да, сам интерфейс и сама приставка работает достаточно медленно, но вы сами видели, какой здесь процессор, и что он не мощный. Я считаю, что для этого решения очень даже неплохо он работает. Так, еще хочу вам показать YouTube. Если мы открываем вот этот YouTube, то он, как видите, у нас с вами с чистого Android. Если мы зайдем в список программ, то здесь вот нас, сейчас подгружаем, здесь у нас есть YouTube и нормальный Android TV-шный. И давайте его тоже запустим. Запущу какой-то ролик в качестве Full HD, и, может быть, откроем статистику для sysadmin, чтобы посмотреть, вылетают ли какие-то кадры. Вот, например, у нас, что это, видео, вот первое, которое я вижу, это написано, что даже 4K. Вот у нас запустилось видео, и давайте посмотрим, во-первых, статистику выведем на экран, и качество. Что у нас здесь по качеству? Выбираем Full HD. Погнали! Итак, у нас качество Full HD 30 кадров, и вот в начале, в самом начале 55 кадров урезалось, и сейчас вот уже 2000 кадров показывает, и все дальше идет идеально. То есть для Full HD вот этого вот процессора получается достаточно. Я хочу попробовать, не знаю, может быть, тут даже YouTube урезан на 4K, но давайте попробуем найти видео какое-то 4K и запустить его. С Full HD 30 кадров все получается хорошо. Итак, поиск. Изначально у нас даже запускается, смотрите, Full HD 60 кадров. Сейчас посмотрим, вывезет этот проектор это или нет. Да, поначалу 350 уже кадров нет. Скорее всего, что для приставки Full HD 30 кадров это максимум. Возможно, конечно, у меня еще грешит интернет, но, скорее всего, что нет. Дело действительно в том, что для процессора этого уже есть большая нагрузка. Ну, собственно, да, 1200 кадров у нас всего, ноль из них вылетело. Все работает четко. То есть предел этой приставки это Full HD 30 кадров. 60 уже не стоит. Возможно, чуть-чуть лучше станет, если хороший интернет подключите, там 20-30 мегабит, но я не думаю. Я думаю, что, скорее всего, проблема это сама в мощности процессора. Теперь, что касается самой картинки. Я вам хочу сказать, что картинка достаточно яркая и достаточно четкая. Идеально, мне кажется, использовать проектор с расстояния где-то, ну, вот 2,5-3 метра, тогда вообще все хорошо. Если дальше оттягивать, то будет хуже. Вот сейчас у нас, например, полтора метра. Я вам покажу видео. Получается, что у нас ширина картинки получается 1 метр 10 сантиметров где-то. И высота картинки получается 60 сантиметров. Если же мы отходим на 2,5 метра, вот получается такая картинка. Ширина получается 2 метра, что уже достаточно неплохо. 2 метра в ширину получается и 1,20 метра в высоту. И если мы на самый последний режим уходим на 3,3 метра где-то, на 3,5 метра, то у нас получается картинка 2,7 метра в ширину, около 3 метров тоже, и 1,8 метра в высоту. Идеально, мне кажется, это 2,5-3 метра. Вот так вот этот проектор можно использовать. При полной темноте, если не будет каких-то сильных источников света, то вы сможете очень даже комфортно с друзьями смотреть фильм и реально будет все окей. Единственное, что звук, конечно же, я бы не стал выводить с проектора, он очень тихий и нет баса, поэтому какую-то Bluetooth-колонку или акустику подключаете по AUX, и у вас получается очень даже неплохой такой кинотеатр с такого маленького устройства. Окей, подводим итог обзора под этот проектор. Что я вам хочу сказать? Давайте, во-первых, его выключим. Выключим, выключается он также кнопочкой выключения, завершить работу и, да, завершить работу. Окей. В общем, скажу вам так, что я ожидал от этого гаджета намного хуже. И он, в первую очередь, это проектор. И как проектор за такие размеры, за такие деньги, мне кажется, это еще ок. Если мы касаемся Android-системы здесь и железа, на котором работает Atroin-система, то да, она слабая. Это факт. Но она тянет HD-видеобокс в качестве Full HD, она тянет каналы телевидения, и в принципе больше... А, YouTube в качестве Full HD 30 кадров, 60 кадров, не стоит на нем запускать, будут кадры дропаться. Но я вам скажу, что для такого устройства это очень даже порядочно, потому что, во-первых, оно придумано не как полноценный проектор вас дома. Это мобильная штука, которая, наверное, больше, там, не знаю, кому-то прийти на презентацию, показать PDF-презентацию на переговорах каких-то или что-то еще. Или же взять с собой на пикник, взять с собой на улицу где-то, куда-то его поставить, посмотреть фильм, подключить Bluetooth-колонку. И я вам скажу, что это очень будет хорошее решение. И этот гаджет удивит точно всех, кто будет рядом с вами, кто это увидит. И я думаю, что многие даже захотят себе это. Но если мы рассматриваем в плане того, что это Android-приставка с проектором, то, конечно же, нет. Она очень маломощная. Процессор ROG-чип, который не такой уж хорош. Но, блин, мне эта штука реально понравилась. Она реально прикольно работает. Можно куда-то ее брать с собой и создавать эмоции, дарить людям впечатление. Это 100%. В общем, смешанные чувства. Вау-эффект точно в этом гаджете есть. Вообще, напишите, что вы об этом думаете. Как вы относитесь к таким вещам. Лучше купить проектор стационарный, побольше, или вот такую хрень купить. Не знаю. Давайте пообщаемся в комментариях, и там уже все об этой тоже. А на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал. Если понравилась тема проекторов, то я буду ее развивать. Буду показывать еще какие-то. Все-таки это смежные темы. Android-приставки, проекторы. И я думаю, что получится прикольный контент. Пишите в комментариях. Будем там общаться. Спасибо за просмотр. И всего хорошего. Пока.